В последнее время мы видели рост стоимости серебра. Всё сводится к тому, что Трамп не смог сделать то, что хотел Скотт Шеллади. На данный момент на рынке серебра США складывается неоднозначная ситуация. Мы видим рекордные показатели импорта, но при этом объёмы потребления сокращаются. Как вы оцениваете текущую ситуацию на этом рынке? Как вы верно отметили, складывается неоднозначная ситуация. Хотя часто тенденции для драгоценных металлов, таких как серебро и золото, отличаются. Но если посмотреть на график и убрать все цифры, то вы вряд ли сможете их отличить. На самом деле, если посмотреть на общую картину, то есть факторы, которые оказывают серьёзное влияние на стоимость этих металлов. Недавно мы видели всплеск рефляционной торговли, которая способствовала росту цен. Есть две основные причины для покупки драгоценных металлов. Первая причина – это предположение о скором повышении уровня инфляции. Уже на протяжении восьми лет над нами висит возможность повышения уровня инфляции. И вторая причина заключается в том, что люди хотят владеть драгоценными металлами на случай Армагеддона. Забавно, что в последнее время мы наблюдали рост цен на золото и серебро. Всё сводится к тому, что Трамп не смог сделать то, что хотел. Такая тенденция появилась в начале марта. Но если посмотреть на свежий график, то стоимость серебра продолжает повышаться. Кроме того, значение имеет, конечно, и баланс между спросом и предложением на рынке серебра. Мы торгуем на разных рынках. И фундаментальные индикаторы, которые оказывают сильное влияние на этот рынок в одной стране, могут оказать и побочное влияние на общую картину. Такая же ситуация складывается и на рынке серебра. Ожидаете ли вы увидеть продолжение этого тренда? И какие предстоящие события окажут серьёзное влияние на этот рынок? Я однозначно рассчитываю на продолжение этого тренда. Мы видели один режим на протяжении восьми лет. А теперь же режим изменился. И мы сейчас живём в условиях нового режима. Я не хочу ставить США в центр, и я на самом деле работаю в Лондоне. Но в этой стране сконцентрировано много бизнеса. И потому она имеет большое значение. Нам ещё предстоит узнать, что будет делать Трамп во время своего президентского срока. Он говорил о снижении налогов, об ослаблении законодательного давления и об увеличении расходов на инфраструктуру. Если всё это будет реализовано, то это окажет восходящее давление на уровень инфляции. Потому мы видели такой всплеск рефляционной торговли. Трейдеры занимали длинные позиции по драгоценным металлам. Они покупали золото и серебро. О серебре мы говорили ранее. При этом рынок акций говорит нам о том, что существуют поводы для беспокойства. А рынок облигаций говорит, что уже можно расстраиваться. И для этого есть множество поводов. Но в целом серебро продолжает удерживать свои позиции, как и золото. Дело в том, что многие всё ещё считают, что мы действительно увидим снижение налогов и ослабление законодательного давления, а также законопроект по усовершенствованию инфраструктуры. Если Трамп заменит программу «Обамакер», это в каком-то смысле компенсирует вышеупомянутые меры. И это окажет положительное влияние на рынок акций и на рефляционную торговлю. Такая тенденция будет продолжаться до тех пор, пока Трамп, новый режим или новая администрация, не будет чувствовать себя более комфортно и не начнёт действовать как администрация. Пока что они ещё пробивают себе путь. Не все представители администрации – профессиональные политики, потому они могут совершать ошибки. Когда они начнут чувствовать себя более комфортно, ситуация должна стабилизироваться. Но пока этого не произошло, тенденция не будет меняться. Существует ли пространство для оптимизма в отношении серебра? Или нам стоит беспокоиться? Вы знаете, стоимость серебра немного снизилась, так как мы отметили формирование небольшого пузыря на этом рынке. Но думаю, в итоге Трампу удастся реализовать сокращение налогов в какой-либо форме. Он, скорее всего, выполнит некоторые из своих обещаний. И это окажет положительное влияние на уровень инфляции и, соответственно, на рефляционную торговлю. Я бы не стал слишком беспокоиться по этому поводу. Кроме того, если мы посмотрим на долгосрочный график, то увидим, что у цены ещё есть пространство для роста. И она, скорее всего, не вернётся к тем отметкам, которые были зафиксированы прошлым летом, в частности, в июне. Но есть и причины для того, чтобы избегать коротких позиций. Если он действительно реализует всё, что обещал, мы увидим рост рынка акций. А цены на этом рынке и так довольно высокие. Они достигают исторических максимумов. И на фоне роста инфляции они могут повыситься ещё больше. Даже если он сделает хотя бы часть того, что обещал, это всё равно окажет положительное влияние на драгоценные металлы. Скотт, спасибо за ваши комментарии. С вами был Джек Эверид. Смотрите свежий выпуск нашей программы в четверг. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова